Амофон. Что это за страшное слово и почему это буквально проклятие для изучающих английский? На самом деле амофоны это просто слова, которые полностью совпадают по произношению, но значит абсолютно разные вещи. И как же с этим жить? Сегодня я расскажу об этом. Меня зовут Настя, это канал Puzzle English Life. Повторюсь, что в английском есть слова, которые пишутся абсолютно по-разному, но произносятся одинаково. Например, to, два и too слишком. Dear, дорогой, и dear, олень. No, знать и no, нет. И, кстати, вот на таких словах основано очень много шуток в английском языке. Как быть, просите вы, как не запутаться? Все просто. Врага нужно знать в лицо, то есть просто-напросто знать эти слова. И уж в таком случае вы по контексту сможете догадаться, о чем идет речь. Итак, чуть ли не самые популярные слова амофона это flower, то без чего не испечешь ни торт, ни хлеб, ни пирожки, то есть мука. И flower, цветок. Как по-английски называют жителей Чехии, чехов. Их называют чек. А еще чек это глагол проверять. И тут есть еще и третье слово, это чек. Квитанция чек, ну тот самый документ, который подтверждает приобретение товара. Все эти три слова абсолютно разные по значению, но произносятся одинаково. Steel это сталь, то есть металл, выплавленный из железа. А вот still это значит украсть, то есть взять что-то чужое без разрешения. Путь, дорога, метод, способ это weigh. А вот weigh это то, что все мы любим делать для того, чтобы отследить, не добавилось ли к нашей красивой фигурке парочка килограммов. Ну то есть weigh это взвешиваться. Sea и sea это тоже самые популярные слова, которые все все время путают. Sea это море. А вот sea это воспринимать, понимать, видеть глазами. Например, А вот тут тоже сразу три слова, которые звучат абсолютно одинаково. Это write, write и write. Прекрасно, не правда ли? Write это право правой направо. Write это писать, например. Напишите ваше имя на доске. И write это ритуал, церемония, обряд. There's just one little right of initiation. Dough это самка оленя. А вот dough это тесто. Dye и die. Die это умереть. А вот dye это краска для волос или же красить волосы. Носить какую-то одежду. И wear это где, куда, откуда. Week слабый и week неделя. Idol бесполезный, тщетный, праздный, неработающий. Например, Так можно сказать про студентов. Idol, например, He is my pop idol. Он мой поп-идол. Лик утечка или дать течь. Thanks a lot, Cleveland. И lick. Lesson. Уменьшать, делать меньше. Например, Уменьшать риски. To lessen the risks. И всем известное слово Lesson. Урок, например. An English lesson, A French lesson. И так далее. Metal. Металл металлический. А вот metal это характер, Темперамент, Пыл. Браво, Смит. Браво. I knew you'd prove your metal. Pale значит ведро. А вот pale это бледный. Энн такая бледная, может быть, ей стоит сходить к врачу? Pain это боль, например, Pain in the neck. Боль в шее. А вот pain это оконное стекло. А вот опять сразу три слова, которые по произношению ничем не отличаются. Это pair, пара, например, A pair of shoes. Пэр, чистить от кожуры, например, To pair an orange, отчистить от кожуры апельсин. И всем известное слово Pair, которое значит груша. Plane, ясный, простой, обыкновенный. Plane, самолет. To fly a plane, управлять самолетом. Root, корень, источник. А вот слово root значит маршрут. Конечно, это не все слова одинаковые по звучанию, потому что их огромное множество. И, конечно, к вашим услугам словари и интернет. Вы можете спросить, как ли у нас слухов отличить одно от другого. И я повторю, просто обращать внимание на контекст. Вообще, вот на такой вот игре со словами, у которых одинаковое произношение, строится очень много шуток. Поэтому часто, когда мы смотрим ситкомы, которые переведены на русский, мы половину шуток просто не понимаем. Они теряются. Ну или, по крайней мере, они нам кажутся какими-то глупыми, неуместными и не смешными. Слово morning читаются одинаково. Поэтому на слух кто-то может это предложение перевести вот так. Употребление пищи никогда не должно вас огорчать, если только это не утренний прием пищи. На самом деле так. Употребление пищи никогда не должно вас огорчать, если только это не траурный прием пищи, то есть прием пищи на поминках. Поэтому, друзья, дерзайте, учите английский и смотрите ситкомы и вообще сериалы и фильмы в оригинале. А поможет вам в изучении английского сайт Puzzle English. Читайте, переводите, воспринимайте на слух. Все это будет для вас очень полезно. Ссылка на сайт будет в описании к видео и обязательно поставьте палец вверх. В комментариях обязательно напишите, какие ваши самые ненавистные английские аммофоны. С вами была Настя и канал Puzzle English Life. Пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok